Всем добрый вечер! Сегодня мы собираемся в кино. Говорю добрый вечер, потому что сейчас время где-то 8 часов вечера, и мне нужно немножко подкраситься. Для того, чтобы сходить в кино, будет несколько друзей. Короче, где-то у нас 5 человек будет. Пойдем на фильм «Бугиман» называется «Страшный», поэтому решили выбрать именно ночное время. Короче, мне кажется, будет очень страшно. Я после душа, волосы еще не подсохли. Давайте приступим. Косметичку я уже открыла, но ничего не подготовила. Сейчас полотенечко. Я всегда полотенце использую. Сложу вот сюда, вот вперед. Так, приступим. Ой, девочки, сегодня у меня вообще классный день был. Утром я сходила в магазин «Каусланд», потому что я вам уже не раз говорила, что обожаю, просто обожаю ходить по утрам и по вечерам в магазин. Опа. Использую базу от Urban Decay. Потом где-то к полудню, поскольку где-то в час дня мне захотелось спать, устроила себе тихий час, проснулась, время было 3.30 где-то, да, 15.32, мне кажется, было. И я думаю, так, мне хочется съездить в центр. Все я снимала, поэтому много влоговых видео будет. Съездила в центр, купила, что хотела. Ну, вы все увидите во влоге. Я просто не знаю, влог сначала выйдет или какие-то 3.30. Хотя будет 3 влоговых видео, девочки, 3 влоговых видео. Также будет влог недельный, а-ля рабочие мои будни. Рабочие будни рабочего человека, можно сказать. Так, что мне нужно, что мне нужно? Светлого оттенка нет. Давайте я пудру возьму от Revolution. Опа. Ой, пудру от Revolution и припудрю. Кстати, я там уже вижу донышко. Смотрите, малюсенькое донышко. Ура! Наконец-то. Уже, считайте, полгода используем. И до сих пор до дна не дошла. Поэтому припудрю. Века. Погода опять у нас жаркая. Дожди. Ну, где-то 3 дня у нас дожди были. Только один день днём. А в основном по вечерам дождик был. Так что так. Погода жаркая была. Мне очень тепло было. Ну, нормально. Хорошо, что ветер ещё немного прохлаждал, можно сказать. И я, получается, к вечеру поехала. Давно не была в центре по вечерам. То есть не ходила в центр по вечерам. В основном после работы. Хотя тоже после работы вечер. Да, это уже. Или утром в субботу я ездила. Тоже люблю так ездить. Потому что мало людей. Поэтому. Сегодня хочу воспользоваться палеткой от Анастасии Беверли-Хиллз с коллаборацией. Постоянно забываю. Девочки, забыла. Короче, с темнокожей девушкой. Я вам говорила, когда собирала косметичку, всегда беря эту палетку в косметичку, у меня руки не доходят до неё. И на этот раз то же самое. Я уже не доиспользовала. Напользовалась палетками Фламинго от Violet Loss и Huda Beauty. В основном, практически, всегда эти палетки использую. А Анастасии Беверли-Хиллз как-то нет. Хотя из этой палетки я брала вот этот вот коричневый. Коричневого сливовый, сказала бы. И вот этот оттенок. Как раз-таки в пустых баночках, мне кажется, у меня вот этот цвет. На всем подвижном веке и почему-то многим понравился этот макияж. Хотя он такой простенький. И так как мы идём в кино на вечернее время, то я решила сделать что-то такое интересное с этой палеткой. Если получится, конечно, без понятия, что буду делать, девочки. Без понятия. И с какого оттенка начать? С какой кисточкой, с какого оттенка? Возьму вот эту вот кисть от Morphe. Какой бы цвет взять? Может, тёмно-фиолетовый или нет? Или нет? Представляете, вот реально беру палетку, и у меня не приходит каких-то идей. Может быть, начну с шиммеров. Сделаю что-нибудь такое шиммерное. Возьму другую кисточку от Essence. И я думаю, воспользуюсь вот этим вот оттенком коричнево-зеленоватым. И он у меня пойдёт на внешний угол глаза. Сейчас посмотрим, что получится из этого. Хочется сделать и такой более спокойный макияж. Я думала, он более тёмный будет. Он совершенно не тёмный. Наверное, придётся добавить какой-нибудь оттенок. Обязательно. Главное, фокус, чтобы не пропадал. Что хочу сказать по поводу этой косметички, которую я собрала минимально. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось, потому что я использую все продукты из косметички и палетки. В следующий раз я тоже возьму три палетки, потому что каждый из них пользуюсь. Ну, Анастасия Беверлихилл, как уже сказала, полностью я вот с этими оттенками ещё макияж не делала, но всё-таки брала вот этот оттенок и вот этот, как уже сказала, да. Так, девочки, знаете, давайте возьму вот этот цвет. Может быть, он потемнее будет. И его добавлю. Короче, экспериментирую сегодня, как хочу. Возможно, я прибегну всё-таки к матовому оттенку, но посмотрим. Что-то как-то нет. Надеюсь, в итоге получится какой-нибудь нормальный макияж. Пока я не уверена в этом. Пока в этом не уверена. Мне нужен какой-то оттенок на складку века. Как не крутите. Давайте возьму вот этот персиково-коричневый, наверное, сказала бы. И им растушую, во-первых, края. И также этот оттенок нанесу на складку века. Шуршит мой муж. Достал мороженое. Я уже слышу. Купила пломбир. Вкус детства. Конечно, пломбир раньше вкуснее был. Раньше вкуснее было. Сейчас как будто бы менее сладкий, что ли. Менее сливочный. Не знаю. Раньше пломбир вообще обалденный был. Сюда что-то как-то я много нанесла. Хорошо прогулялась. Говорю же, сегодня у меня день магазинов был. День магазинов. И сейчас, ну не сейчас, в 11 часов мы поедем в кино. Мне нужна другая кисточка. То что-то как-то мне не нравится. Как растушевалось. Все-таки эти оттенки предназначены больше для темной кожи. Мне не хватает более светлого оттенка для растушевки. И опять получится какой-то обычный макияж. Хотя хотела сделать что-то поинтереснее. Но сейчас здесь можно еще поиграться. Фиолетовые, возможно, добавлю. Короче, поэкспериментирую и так и сяк. Знаете, что я делаю? Я снова достану пудру от Revolucion. И ею буду растушевывать края. Чтобы красивый переход был. И чтобы все растушевалось. Хорошо. Так, смотрю в камеру, чтобы фокус не пропадал. Не пропадал. Хорошее настроение. Надо арбузик поесть. Хотя, с другой стороны, может быть, лучше не есть. Тогда мне будет хотеться в туалет постоянно. Сезон арбузов начался. Как только лето приближается, то есть как лето наступает, жара, я постоянно ем арбуз. Постоянно. Покупаю в магазине Lidl. Кстати, в прошлый раз купила арбуз из Lidl без косточек. Косточек такой сладкий. Я даже не ожидала. Хотя время арбузное, мне так кажется, это где-то в августе, да. А сейчас вроде и не время. Я просто удивилась, что настолько сладкий арбуз. И вот вчера... Потому что вчера, да, вчера мы купили... Нет, вру, позавчера. После работы заехали в Lidl. Я снова купила такой же арбуз. То есть без косточек. Потому что там есть различные, и с косточками, и без косточек. Купила этот же арбуз. Пока еще не разрезала. Надеюсь, тоже окажется вкусным. Так, девочки, пока вообще непонятно, что получается. И шиммер куда-то исчез. Короче, добавляю. Добавляю. Чтобы добавить. Мне хочется и вот этот вот фиолетовый. Ну, наверное, коричневый давайте. Все-таки коричневый. Не пойми, что создается. Думаю, стрелочку добавлю сюда. Однозначно. Просто я думала, вот этот шиммер, которым я первым нанесла, он будет более насыщенным. Ну, не такой насыщенный. Можно делать ежедневные макияжи. Кстати, сегодня в центре хотела зайти в магазин с нишевой парфюмерией, протестировать аромат от Ксержофла Тоска. Елена, тебе большой привет передаю. Она мне писала, что очень интересный парфюм, что красиво раскрывается. И вот я его хотела протестировать. Почему-то мне кажется, что он у нас представлен. Но я точно не знаю, он должен был быть представлен. И представляете, к шести вечера, когда я уже домой собиралась, магазин был закрыт. Это очень странно. Очень странно. Может, они сегодня не работали. Не знаю, с чем это связано. Короче, мне не получилось попробовать аромат. Ещё хотела снова нанести Мелория от Parfums de Marley. Мне кажется, называется. Постоянно забываю эту марку. Ну, нанести на руку и посмотреть, как будет держаться, как будет раскрываться в течение времени. Так что так. Но не получилось. Не получилось. Мне нужна плоская песочка. Ну, где же все? Я же всё помыла. А вот одна чистенькая есть. Нанесу фиолетовый, девочки. Вот этот фиолетовый. И к внутреннему уголку посмотрим. О, набирается хорошо. Не супер шиммерный. Больше такой просто сатиновый, наверное, оттенок, сказала бы. У меня будет красная кофточка. Точнее, маечка. Думаю. Пока ещё точно не знаю. Посмотрю. Ну. Немножко яркости, да, не хватает. И к внутреннему уголку, конечно, светлый оттенок. Хорошо, что здесь есть хотя бы такой вот светлый цвет, который подходит под тон моей кожи. Ой, какой красивый. Ой, какой, девочки, красивый. Вы знаете, возможно, я чуток и на фиолетовый пройдусь, чтобы такой перелив был. О, какой красивый оттенок. Слегка персиковый и розоватый, что ли. Возможно, на этом искусственном освещении тоже немножко по-другому играются тени. Но это пока не законченный вариант макияжа, когда всё лицо оформим, реснички накрашу, будет нормально. Ну, пока вот таким вот образом. Так, давайте сделаем подводку. Так, текут. Можно вниз поставить косметичку. Не очень удобно. Подводочка от мебели. Опа. Так. Ой, всё падает. Подводка от мебели. Блин, я вытащила стоппер, и у меня ощущение, что... И, девочки, чуть-чуть, видите, начинает тянуться. Сейчас покажу. Вот. Загустевает. Всё-таки, наверное, стоппер каким-то образом защищал продукт. Поэтому, возможно, в скором времени я уже не смогу пользоваться этой подводочкой. О, я сейчас смотрю, и у меня такой немножко дуохромный эффект получился. На глазках. Вот тут не подкрасила. Мне нравится. Лёгкий макияж. Не слишком яркий, хотя в ночное время это, наверное, маловато даже. Ну ладно. Сейчас итоговый образ посмотрим. Если мне понравится этот макияж, можно будет создавать на работу. Потому что с палеткой ходу бьёте, когда я вам показывала макияж, который... Кстати, который я в ту неделю... Как раз-таки эта неделя, да? Эта неделя или прошлая неделя была. Я уже запуталась. Делала 4 раза. В пятницу тоже тот же самый макияж я создала. Вот в четверг у меня был другой макияж. Вот в четверг у меня был другой макияж. Эта стрелочка немножко как будто бы поменьше получилась. Пойдёт всё равно часа пять, наверное, я только поношу этот макияж. Сейчас восемь, одиннадцать, четыре. Ну да, около пяти часов. Потом придётся смывать всю эту красоту. Тушь. Может быть, я ещё нижнее веко оформлю посмотрю. Увидела, кстати, новый парфюм от Дольче Кабана Лайт Блю. Бу. Мне вообще не понравился. Почему-то показался таким более мужским, что ли. Не мой вариант. Хотя там две версии были. Один такой пухлячок. А то, что я вам во влоге показывала, может быть, это как раз-таки для женщин было. Тоже вот сейчас думаю, может быть, это действительно мужская версия была. То, что я попробовала, потому что реально мужские ноты были. Надо было тот ещё нанести. Угу. Ну ладно. Есть другие дни, когда можно будет попробовать. Такая красивая упаковка. Очень интересно сделали. Напоминает что-то такое а-ля народные мотивы. Видите, хорошая тушь, которая, конечно, склеивает. Вот я вам уже говорила про эту тушь от Иврыжа. Я люблю всё-таки, когда тушь разделяет реснички. Но зато очень густыми становятся. Так. Подождите, у меня есть, интересно, здесь что-нибудь из заколочек. Что-то такое, наверное, нет. Нет. Не принесла ничего, чтобы голос закрепить. То, что хочешь есть, а то, что нужно, нет. Ладно. А то постоянно дотрагиваюсь до волос. Давайте я, наверное, всё-таки уберу волосы и вернусь, потому что сейчас будем оформлять личико. Ну что, так намного лучше. Буду сегодня использовать мой любимый праймер от Lancaster. Думала зеркальце открыть. О, нормально. Вас не перекрываю, но зато не будет мне видно. Могу смотреть в камеру. Какой приятный праймер. Кстати, это у меня не загар, а автозагар девочки, поэтому я такая тёмненькая. Сегодня на шею не буду наносить бронзор. Сегодня столько стирки. У меня уже вторая стирка. Идёт ещё постельное бельё осталось, и всё. С стиркой закончу, значит, три стирки будет. Возможно, завтра я займусь этим делом. Сегодня трёх стирок достаточно. Двух, точнее. Двух. И ещё я продезинфицировала принадлежности маникюрные. У меня этому маникюру, кстати, уже две недели. Я могу носить ещё третью неделю этот маникюр, потому что он нигде у меня не откололся. Хотя вот на большом пальчике не видно абсолютно чуть-чуть, знаете, слегка кончики. Не то, чтобы отслоились, а именно откололись. Можно пилочкой подправить. Чем хороший этот маникюр? Тем то, что вот эта вот паза под цвет моего ногтя. И когда отрастает маникюр, то он очень красиво и аккуратно смотрится, потому что не видно вот этого перехода со своего ногтя к базе. Поэтому он прям как свеженький выглядит. Но мне хочется уже что-нибудь другое. Но посмотрим. По желанию. И это только завтра. Сегодня я не буду заниматься ногтями, потому что я знаю, что по времени долго будет уходить. Так, тональная снова. Буду использовать, наверное, снова комбинацию Риммель и Миша. И мне нужно сделать так, чтобы оттенок не был слишком темный, чем моя шея. Потому что, говорю же, не хочу использовать на шее бронзу сегодня. Сейчас попробую так скорректировать. Не скорректировать, а помешать. Сейчас пошла эта тональная снова наконец-то у меня. Должно быть нормально. Сейчас мне нужно зеркало и еще кисточка. Кто-нибудь смотрел уже этот фильм «Бугимон» интересный? Ну, я вам обязательно расскажу. Я думаю, в конце «Get Radio Me» как раз-таки вставлю кусочек, когда мы приедем с кино. Ну, если у меня будет желание вообще, может быть, я уже хочу спать. Если что, на следующее утро расскажу и вставлю в этот «Get Radio Me». Такие планы у меня. Ну, чтобы посоветовать этот фильм. Или все-таки нет. И потом мы еще поедем на один фильм. То есть не сегодня, а может быть, на следующей неделе или через неделю. Тоже страшный фильм. Скоро я вам. Фильм ужасов. Я люблю фильмы ужасов. Точнее могу сказать, что я раньше больше любила фильмы ужасов. Но сейчас тоже я их люблю. Но моя проблема, я где-то 50% с такими закрытыми глазами сижу. Когда вот эти вот, ну не 50% естественные девочки. Это я утрирую. Но постоянно, когда такие, знаете, моменты ужасные, я глаза закрываю или прячусь за спину моего мужа. Если с ним вместе смотрю фильм. Так что так. Ну, мне кажется, под цвет шеи отлично подходит. Тональная основа. Такое ощущение, как будто камера выбеливает мое речи. Так, консилер. Давайте сегодня воспользуюсь. Эльф. Так, чуть побольше. Как-то совсем мало нанесла. Быстренько растушую. Потому что этот консилер, с этим консилером нужно работать быстро. Сразу такое более чистое полотно, да, становится а-ля полотно. Это как художник. Сначала вы подготавливаете полотно, а потом уже рисуете. То же самое и с личиком. Готово. Пудра. Пудра, опять-таки же, от Revolution на лоб. А вот сейчас у меня донышко еще больше расширялось. Покажу вам девочки. К следующему апдейту наверняка будет еще чуть побольше донышко. Смотрите. В начале видео, да, вам показал я сейчас. Кисточки тоже как-то далеко стоят у меня. Бронзер возьму от Milka Makeup. Я, кстати, могу показать вам как раз-таки. Я упаковку не выбросила от Milka Makeup. Потом, чтобы, когда закончу, показать. Вот. Вот этот вот бронзер. У него, короче, я вот так вот выкрутила полностью этот бронзер. И обратно он не закрутился. Я пыталась вот так вот с пальчиком туда, но никак не получилось. Поэтому вот. Вот такая вот миниатюрка. А представляете, насколько хватает? По грамму сколько здесь вообще интересно? Сейчас, секунду. Всего 5,7 грамм. Всего 5,7 грамм. А сколько этого продукта? Просто его совсем немножко нужно из-за этого. Ну и сейчас уже дело пошло. В прошлом апдейте, кто смотрел. Потихонечку расходуется бронзер. Смотрите, какой он красивый. Короче, этот цвет мне подходит. Очень красивый бронзер. Очень красивый. Все. Вся такая сияющая. Нужно быстренько припудриться. Беру мою любимую пудру от Джеффри Стар. Это оригинальная версия. Не раз уже говорила. Транслусент. Если есть возможность, девочки, обратите внимание на эту пудру. Потому что, во-первых, очень хорошо держит выделение блеска на лбу. Ну, на лице полностью, да. И невероятно красиво в течение дня смотрится. Невероятно красиво. Вы к концу рабочего дня, если вы рабочий человек, будете практически точно так же выглядеть, как и в начале. Ну, такого не всегда можешь ожидать от макияжа, конечно, лица, в зависимости, какие продукты, да, вы используете. А сверху, если наносить спрей фиксирующий, хороший фиксирующий спрей, то, поверьте, макияж целый день прекрасно будет выглядеть. Вот сейчас я вам покажу. Вот одну сторону нанесла. Смотрите, как заматировала. Но при этом не сильное аматирование, все равно из-под пудры, да, легкое сияние есть. Проявляется, я имею в виду. Имеет аромат. Такой очень приятный. Меня не отталкивает, но имейте в виду, что пудра ароматизированная. Могу сказать, что эта пудра, наверное, одна самая любимая из всей коллекции, что у меня есть. Также мне нравится от Too Faced Peach Perfect, мне кажется, пудра называется. Но я заметила, что если не слишком... Хотя, с другой стороны, у меня всегда лицо увлажненное. Иногда бывает, что с этой пудрой чуть-чуть как будто бы стягивается кожу. Но от Too Faced тоже пудра хорошая, потому что красивое лицо. Красивое лицо. Остатки, короче, сюда. Готово. У меня бронзер чуть-чуть съелся, поэтому, наверное, я немножко бронзера добавлю. Возьму от Catrice. Вот этот бронзер. Чуть-чуть совсем. Да. Чуть-чуть, чтобы чуть-чуть поярче было. Вот сюда. И также мне нужно вот эту часть припудрить. Не припудрить, а побронзировать. Такая у меня кожа на коже темная. Хотя камера съедает, я намного темнее вне камеры. В реальной жизни. Главное, чтобы шея и лицо соответствовали. Я хочу снова воспользоваться румянами от VEBAL. Потому что очень красивый оттенок. Такой вот. Очень красивый. Забываю, что эти румяна хорошо набираются на кисточку. И постоянно много беру. И с этими румянами, видите, все. Никакого хайлайтера не им надо. Поэтому хайлайтер я не буду добавлять. Еще подумаю, какую помаду нанести. Наверное, все-таки более нюдовая. Макияж. Вроде и яркий, но не слишком яркий. Посмотрим. В конце посмотрим. Ну что, готово, девочки? Потом мы сейчас бровки оформили. Ну и все. Так что, что-то у меня с этим карандашом проблема. Слышка. Так. Самый скучный момент в видео, мне кажется. Оформление бровей и подводку, когда рисует человек. Сейчас мне нужен гель для бровей. Гель для бровей от Essence. Наверное, нижняя века надо оформить все-таки. Какой бы оттенок взять, девочки. Давайте возьму вот этот. Потом посмотрим. Ну-ка. Вроде нормально. Возможно, я еще добавлю чуть-чуть коричневый оттенок. Коричневый, сливовый, темный. Только к внешнему уголку глаза. А то ощущение, будто немножко у меня заплаканные глазки получаются. Близко к ресничному краю наношу. Ну, вот так вот получше, да? Спрашиваю у вас, будто вы мне сейчас ответите. Я имею в виду, прямо сейчас. Так, теперь возьму эту кисточку и растушу ее. Так. Готово. Туш. Ай, уже комочками ложится. Ага. Смотрите, все комочками. Приходится счищать с пальчиком. Так, девочки, давайте я вне камеры решусь, какую помаду нанести. Ну, и приду к вам с окончательным образом. И я готова. И я готова к сегодняшнему ночному... Не знаю, как это даже называется. Ночному кино. Ну, все. Сейчас вернусь к вам. Ну, вот что у меня в итоге получилось. Использовала карандаш из проекта от L'Oreal, который нереально классный, девочки, оказался. Потому что очень-очень красивый контур можно нарисовать с этим карандашом. То есть, я вам как-то рассказывала, что бывают карандаши, которые вы наносите, и контур получается более размытый, не особо четкий. Так вот, этот карандаш такой четкий контур делает. Вы можете нарисовать такие губки, которые вы хотите. Вот. Вообще, карандаш классным оказался. По стойкости нормальный, в принципе. Но не сказала бы, что суперстойкий. Вот. А так, то, что этот карандаш вот красивейший контур делает, вот это круто. Оттенок у меня Crystal Capuchino 362. И сверху нанесла также из проекта помаду от Avon. Какао Kisses называется. Вот. Кстати, очень хорошо сочетаются. Не ожидала. Надо будет эту комбинацию почаще носить. Все, девочки. Вот такой вот у меня макияж. Какой-то простенький, конечно. Немножко яркости как будто бы не хватает. Ну, да ладно. В принципе, слишком яркий тоже не нужен сегодня вечером. Яркости я имею в виду блеска. Есть блеск, но не космический. Просто как легкий сатин, что ли. Такой получился на глазах. Но мне нравится. Все, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Всем доброе утро. Сегодня уже воскресенье. И хотела поделиться с вами по поводу фильма. Вчера, конечно же, мы поздно приехали. Пол второго ночи было. Поэтому у меня не было сил ни на какие съемки. Что хочу сказать по поводу фильма. В принципе, нормальный. Но я бы не стала в кино ходить ради этого фильма. Потому что, ну, так себе, знаете, на один раз просмотр. Конечно, там были моменты, когда очень страшно. Но не тот фильм, который стоит смотреть в кино. Специально ехать. А так было интересно. С друзьями посидели. Возможно, я думаю, что лучше было бы какой-нибудь фильм, который 3D. И там будет один с Акулой. Новый какой-то фильм. Вот я сказала, может, хотела бы туда 3D посмотреть. Было бы классно. Посмотрим, как получится. Все равно хорошо провели время. На этом буду заканчивать Get Ready Me. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.